Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. В четверг, 8 февраля, и давайте начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Следующая цель для снижения – это область 1.21 и отметка 1.19, ну а ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.2405. Пара британский фунт и американский доллар также на текущий момент продолжают свое снижение, но вчера не смогли обновить минимумы, которые у нас были зафиксированы 6 февраля. Поэтому на текущий момент ближайшая цель для снижения – это уйти ниже минимальных значений среды и вторника, отметка 1.3848. Ну и далее уже откроются предпосылки для снижения на уровень 1.3470. Возврат к покупкам по данной паре будем рассматривать после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, отметка 1.3993. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое восходящее коррекционное движение. Следующая цель – это уйти выше отметки 1.2577, максимум, который был зафиксирован вчера, ну и далее двинуться на 1.2707. Ближайший разворотный уровень находится на минимуме вчерашнего дня, отметка 1.2492. Пара американский доллар и японская иена на текущий момент продолжают свое нисходящее движение, но сегодня мы торгуемся вблизи максимальных значений вчерашнего дня. Поэтому если говорить о возобновлении роста по данной паре, то здесь нам нужно увидеть закрепление выше максимума. Вчерашнего дня отметка 1.10970. В целую очередь, если мы увидим уход ниже отметки 1.10891, то уже подтверждение нисходящего движения у нас произойдет с целями снижения до области 1.10732. Пара австралийский доллар и американский доллар также продолжают свое нисходящее движение. Следующие цели по снижению – это область 1.7754, но ближайший разворотный уровень находится на максимумах вчерашнего дня, отметка 1.7907. Еврофунт вчера смог закрепиться ниже минимальных значений, которые мы увидели 6 февраля, что переводит нас на текущий момент в фазу снижения по данной паре с целями на 87.16. Возврат к покупкам по данной паре произойдет в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые мы увидели вчера на отметке 1.8897. По золоту на текущий момент тенденция нисходящая также сохраняется. Следующая цель для снижения находится на отметке 1.300 долларов за тройскую унцию. Ну а возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимума вчерашнего дня, отметка 1.332. По нефти марки Brent также вчера на данных по запасам мы видели резкое снижение. Все было в рамках того тренда, который был сформирован на протяжении последних недель. Тенденция нисходящая сохраняется с целями на текущий момент на область 62.56. Возврат к покупкам по данному активу будем рассматривать в том случае, если мы увидим закрепление выше максимума вчерашнего дня, отметка 6.807. По индексу DAX на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется, но после снижения, которое мы видели 5 и 6 февраля, несколько волатильность снизилась и вчера амплитуда колебаний была крайне низкой. Рассматривать покупки по данному активу будем в том случае, если увидим закрепление выше максимальной значения, которое мы видели вчера, на отметке 12.667. Ну и биткоин появился перед первой предпосылкой на завершение коррекции. Вчера мы смогли уйти выше максимальной значения, которую мы видели 6 февраля. И пока мы торгуемся выше отметки 7091, в рамках часового таймфрейма можем уже предполагать начало возобновления роста с целями движения на 8700 и далее уже на 12400. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Продолжение следует...